В истории Русской Православной Церкви это одна из самых почитаемых святынь – Казанская икона Божией Матери. Празднование в ее честь установлено дважды в год. 21 июля – день, когда образ был найден на пепелище после пожара в Казани в 1579 году. С тех пор икона, как свидетельствует летопись, всегда покровительствовала русскому воинству в ключевых сражениях истории. В день памяти Казанской иконы прошли торжественные богослужения. В Самарской области десятки православных храмов освящены в честь этого образа. Один из них в центре города, на улице Коммунистической. Образ иконы Божией Матери Казанские среди других чтимых чудотворных икон стоит в отдельном ряду и связан тесно с нашей историей. Историей возрождения нашей государственности. Мы знаем, что икона Казанской Божией Матери была обретена в 16 веке на грозном поперечье города Казани. Этот храм исторический. До революции в помещении размещались и церковь, и богодельни имени императора Александра Третьего. В советское время они были закрыты. Богослужения возобновились только 7 лет назад. Традиции благотворительности здесь сохраняют и сегодня. Создается центр социальной помощи, который уже поддерживает больше 300 малоимущих и многодетных семей. Параллельно идет возрождение храма. Программа «Максимум» – восстановить первоначальный облик здания. Мы на данный момент укрепили фундамент проколом. Сейчас мы восстанавливаем колокольню. Надеемся, что осенью, ближе, может быть, к зиме, к осени точно будет колокольня, а к зиме можно появиться колокола. Ну, суммы очень большие стоим из колокола. Поэтому, надеюсь, может быть, на Рождество, наконец-то, спустя много, более ста лет, в этом храме зазвонит колокольный звон на всю нашу округу. Сейчас в храме находится еще одна святыня – двусторонняя мироточивая икона «Умиление Локотское», названная по имени села, где произошло чудесное отображение Лика Богородицы на оборотной стороне. Образ должны были отправить в Москву, но из-за противоэпидемических мероприятий в столице массовое паломничество ограничено. Мы ожидаем со дня на день благословения Святейшего Патриарха, авторичном посещении Москвы. И поэтому по ряду причин это благословение откладывается. И мы будем находиться в Самаре до тех пор, пока мы не получим благословение Святейшего Патриарха. И поэтому мы предполагали, что икона будет находиться до сегодняшнего дня, но срок пребывания продлен до 2 августа. Ежедневно в храме читают Акафист Богородицы, а по четвергам верующие идут с этой иконой крестным ходом от храма до памятника Святому Николаю. Олег Зверев, Николай Сидоров. События.